Всем привет, меня зовут Евгений Карабов. Все хорошо, в компании FXO Trader продолжаем серию видео про индикатор ProVolume, в настоящий момент версия 2.07 и поговорим еще об одном под-индикаторе, который входит в состав ProVolume, это индикатор Dynamic Point of Control или DEPOC, как мы его сокращенно называем. Для того, чтобы понять суть индикатора DEPOC, нужно понимать данные индикатора Volume Profile, либо пересмотреть прошлое видео, где мы с вами говорили об одной интересной точке Point of Control. Это максимально проторгованный объем за выбранный временной диапазон. Что же такое Dynamic Point? Dynamic Point это индикатор, который показывает, как этот объем менялся в динамике с течением времени. То есть, если мы смотрим прямо в режиме реального времени на индикатор Volume Profile, мы понимаем, что вот он максимально проторгованный объем по текущему сентябрьскому контракту. В настоящий момент с учетом Forward Point он расположен по котировке 1.09.200. Перейдем на более старший таймфрейм, чтобы понять, как это дело выглядит в режиме реального времени, в протяжении всего контракта выделим эту самую линию. Но вы же должны понимать, что как только начал торговаться этот самый контракт, а он начал торговаться и набираться позициями, он начались еще более года назад. Этот максимально проторгованный объем не всегда был в этом месте. Ведь, допустим, 2 декабря 2022 года котировки инструмента вообще были далеко от этой самой котировки. Где же у нас в этот самый момент был вот этот самый максимально проторгованный объем? И вот тут нам на помощь как раз таки приходит индикатор DEPOC. Да, для того, чтобы максимально не грузить там историю, он не отображает историю, когда этот объем был практически равен нулю. И вот с 1 марта в настоящий момент, а сегодня у нас 21 июля, видео выйдет скорее всего 25 июля уже будет на канале. Так вот, мы видим, что когда-то вот этот самый максимальный объем был у нас по котировке 1.06421, затем он изменился и стал по котировке 1.0681, затем вновь упал, потом переместился сразу же на котировку 0.802, затем он был по котировке 1.1092, затем упал на котировку опять же 1.08, затем еще ниже на котировку 0.746 и так далее. То есть, не глядя на индикатор Volume Profile, мы понимаем, где у нас не только в режиме онлайн находится максимально проторгованный объем, а то, где он был в определенный промежуток времени. Как использовать? Использовать можно основные элементы использования этого индикатора. Это вход в позицию на тестирование этой линии, либо выход из позиции. Если коротко, находимся выше индикатора DEPOC и индикатор растет, ну вот, допустим, возьмем вот этот вот участок, да, то есть вот мы находимся выше, индикатор вырос, мы опять ушли выше. На тестирование этого уровня можно входить в позицию на покупку. Опять же, индикатор растет, мы находимся выше, на тестирование этого уровня входить в позицию на покупку. Если мы находимся выше индикатора и данные индикатора растут, а мы решим зайти в позицию на продажу, то на этих уровнях я рекомендую фиксировать наоборот Take Profit. Это мы поговорили с вами на растущий индикатор. Вот здесь индикатор у нас падал. И если мы говорим о падении, мы находимся если ниже, хотим продать на тестирование уровня индикатора, можно входить в позицию на продажу. Опять же мы падаем, индикатор падает, на тестирование этого уровня можно входить в позицию на продажу. Если мы где-то находимся ниже индикатора ПОК на падении и покупаем инструмент, то на тестирование этих уровней я рекомендую выходить из позиции. Это самый простой момент, как этот индикатор использовать. Опять же, понятно, что лучше искать определенные паттерны, определенные точки входа, или если вы выходите из позиции, какие-то дополнительные ресурсы использовать. То по самому простому используем его именно таким образом. Плюс мы можем говорить о том, что у нас происходит на истории. И допустим, если сейчас идет определенного рода падение, мы решили зайти в позицию на продажу в рамках какой-то долгосрочной идеи. И видим, что максимально проторгованный объем или максимальный уровень ПОК находится у нас на по котировке 0.920. Но довольно длительный промежуток времени данный максимальный объем был по котировке 0.9.68. Чего нам не показывает индикатор Wallen Profile. Показывает, что здесь действительно много. Но был ли здесь максимальный уровень, он не показывает. А индикатор Dynamic Fog показывает. И при подходе инструмента к уровню 0.9.668, если мы сидим в позиции на продажу, разумно бы было либо зафиксировать часть позиции, либо полностью выйти из позиции, либо смотреть на поведение инструмента на этом уровне. Не исключен отскок именно от этого уровня, не доходя до текущего уровня ПОК. И поэтому, если мы увидим какие-то серьезные реакции, лучше, может быть, полностью закрыть позицию на продажу и наоборот зайти в позицию на покупку. Вот так. Очень по-простому я вам объяснил правила использования этого индикатора. Сейчас давайте посмотрим о том, какие настройки у этого индикатора есть. И, в принципе, все то же самое, что мы говорили про Wallen Profile. У нас общая кнопка включения-выключения индикатора. Это вот эта вот общая плашка. По таймфреймам можем включить данные по контракту. Можем включить данные по неделе. Видите, депок недельный. Включить-выключить. То есть он каждую неделю начинается новый. Да, у нас на стыке недель, конечно, могут быть вот такие совпадения. Вот у нас пятница, вот понедельник. Объем начался. Но, допустим, вот здесь пятницу мы закрыли здесь. Вернее, закрытие инструмента было здесь. Депок был значительно ниже. Кстати, еще один дополнительно интересный сигнал. В рамках того, что с большей долей вероятности в рамках этой недели мы пойдем куда-то наверх. Вон, мы протестируем какие-то новые хаи. Если у нас индикатор закрылся, вернее, котировки инструмента закрылись ниже индикатора депок условно недельного, я бы рекомендовал именно с точки зрения объемов искать какие-то продажи с вероятностью обновления локальных минимумов прошлой недели и так далее. Далее, помимо недельного, мы можем смотреть данные по дням. То есть депок каждого дня тоже очень интересный уровень, особенно для людей, которые используют внутридневную торговлю. И, опять же, итоги предыдущего дня могут выступать нам в качестве точек входа или точек выхода из позиции. Допустим, мы находимся, вот смотрим, 17 июля. Мы находимся где-то выше. Использовать объемы прошлого дня в качестве точки входа для взятия каких-то коротких внутридневных целей или фиксация целей на сегодняшнем депок. Забрать там свои 15 пунктов условным стопом, 15 пунктов, почему бы нет. Мы закрылись ниже. Пок используем уровень 12.46 в качестве точки входа на продажу с фиксацией прибыли непосредственно на депок. Но в данном случае не повезло. Следующий день ПОК у нас 19 июля закрылся по котировке 12.14. Но, вернее, ПОК находился здесь. Котировки инструмента были ниже. Почему бы нам от объемов прошлого дня не зайти в позицию с теми же целями обновления минимумов. И можно сидеть в этой позиции, пока не переместится ПОК, либо мы не протестируем его снизу и закрыть эту позицию таким образом. Опять же, вот у нас день закрылся. Мы закрылись чуть выше. Можно этот уровень использовать в качестве точки входа на покупку с короткой целью. 6 буквально пунктов. Текущий ПОК. Не всегда, конечно, это работает. Но в подавляющем большинстве случаев объемы дня также можно использовать. Вернее, ДПОК именно дня. Ну или ПОК дня. Ведь если мы посмотрим Volume Profile, мы видим, вот он ПОК. Он совпадает копейка в копейку. Более того, вот мы видим, как у нас, допустим, 19 июля ПОК и максимально проторгованный объем на котировке 12.144. Но в течение дня и большую часть этого дня на азиатской и европейской сессии он находился по котировке 12.24. И цена на следующий день идеально протестировала не только уровень максимального ПОК всего дня, но и уровень, где этот ПОК был в течение большего дня, большего времени на протяжении предыдущего дня. И выше мы не пошли, не обновив максимумы, а пошли замечательно вниз. В общем, это дневной. Также у нас, конечно же, есть часовой. И мы не видим это на графике H1. Но если перейдем на таймфрейм условно M15, ну, тоненькие у меня здесь линии, в настройки сейчас зайдем, посмотрим, как это исправить. Мы видим ПОК каждого часа. Давайте прямо сейчас исправим настройки часа. Вот у нас есть прозрачность, она у меня на минимальном уровне практически. Давайте поставим прямую линию. Ну, и можно даже толщину сделать 2. Вот мы видим по каждому часу. Вот таким образом у нас выглядит именно ПОК этого самого часа. Ну, и точно так же у нас есть кастомный режим, когда мы можем увидеть 2 линии. Заходим опять же в настройки, кастом, сброс. Вот у нас 2 линии, когда мы можем выбранный интересующий нас диапазон посмотреть. Ну, допустим, как менялся объем вот на всем этом падении в рамках последних нескольких часов. Вот у нас объем был сначала по котировке 1.11.35 максимальный, затем 1.11.33. Потом спустился 11.11. Потом спустился 11.14. Сейчас 11.13. И мы находимся выше. Если вы находились в позиции на продажу в рамках попыток расторговать это падение, почему бы нам не задуматься о том, чтобы, может быть, выйти из этой позиции? Если здесь мы только протестировали, скажем так, 5-минутной свечкой и улетели вниз, то здесь сейчас мы торгуемся и мы можем закрыться выше. И это дополнительный сигнал на возможный выход из внутридневной позиции на продажу конкретно в данном случае. Общие настройки. Давайте посмотрим. Здесь опять же все то же самое. То есть мы можем, во-первых, по горячей клавише это дополнительный ПОК. По клавише П мы можем вот таким образом поп-ап, скажем так, диапазон выбирать интересуемого нами ПОК. Ну, понятно, на 5-минутке это не очень видно. Но если мы перейдем на какой-то старший таймфрейм, давайте зайдем в настройки. Опять же вспоминаем, как удалить все поп-ап вот эти режимы. Допустим, меня интересует чисто визуально, что я вижу перед собой. Я вижу интересный вот такой рост. Я хочу посмотреть через горячую клавишу П латинская, как выглядели объемы на этом росте. Я вижу уровень этих объемов. У нас пошло падение. Мы перебили какие-то локальные минимумы. В будущем можем использовать вот этот уровень в качестве точки входа на продажу. И конкретно в данном случае эта идея отработала. Следующий объем, который мы хотим посмотреть, это как у нас меняется объем на вот этом падении. Мы видим, что в настоящий момент объемы роста совпадают с этими объемами падения. Глядя, допустим, на самую последнюю импульсную волну, мы можем посмотреть, как здесь у нас меняется ПОК и так далее. Настройки каждого вот этого таймфрейма. Но опять же переходим, нажимаем звездочку. Погнали. Объемы. Депок, вернее, контракта. Ну, у меня это вот таким синим цветом. По умолчанию берем максимальную толщину, стиль отображения и прозрачность данной линии. Отключаем объемы контракта. Смотрим объемы недели. Включаем объемы недели. Взяли другую толщину, взяли другой стиль, взяли другой цвет, взяли интересующую вас прозрачность. Точно так же дневные. Дневной ПОК вы можете посмотреть. Любой цвет, любая толщина, любой стиль отображения, любая прозрачность. Часовой по тому же принципу можем настроить. Нужно перейти на меньший таймфрейм, чтобы увидеть. И вот кастомный режим. Здесь опять же по традиции два варианта. Классический. Появляются две линии. И по этим двум линиям, во-первых, цвет самой линии объекта MT4. Как выглядят эти вертикальные линии. Какой толщиной они находятся. Сброс позволит вам поставить линии по центру экрана, на каком бы, повторюсь, таймфрейме вы не находились. Переходим сейчас на M5. Видим, что этих линий даже на M5 не видно в режиме онлайн время. Нажимая кнопочку сброс, две линии появились здесь. И я могу смотреть объемы интересующих, ну, вернее, депок интересующего меня таймфрейма. Ну, все так же. Прозрачность, сброс этих линий сказал. И режим поп-ап. Общие настройки по горячей клавише, по умолчанию клавиша P. Цвет линии, толщина линии, стиль этой линии и прозрачность этой линии. Причем, если я сейчас нанес два различных поп-ап депока, они в общем строятся вот по этим настройкам. Но если я буду смотреть настройки в окошке каждого поп-ап, вот здесь, я могу для каждого индивидуально свои настройки взять. Поставить синий цвет, поставить другое отображение, поставить другую прозрачность. В будущем, когда я буду рисовать поки, они также нарисуются по умолчанию, вот по этому. Но каждый могу настроиться своими цветовыми данными. Плюс, если мне нужно, чтобы поки постоянно сдвигался вслед за ценой, я включаю вот эту правую кнопочку. Стрелочка правая, правая граница, все, она начнет смещаться вслед с каждым изменением цен. Поставил вот здесь, у нас котировки инструмента сместились на 5 минут, график здесь на 5 минут сместился. Для чего это нужно? Ну, допустим, вы хотите смотреть именно пок, допустим, европейской сессии. У нас началась европейская сессия, вы поставили левое окошко на начало европейской сессии, левую границу. Правую часть начали сдвигать. И как у нас происходит, котировки инструмента меняются, точно так же происходит сдвиг этого окошечка. И мы видим изменяемый пок в динамике. Если не поставите эту кнопочку, то у нас котировки инструмента уйдут за правую границу нужного окна. И дальше рисоваться, высчитываться и рассчитываться пок не будет. Ну и опять же, я рекомендую, как можно... Если в режиме онлайн вы работаете и смотрите на вот эти разные окна, pop-up, custom, depot, чем больше этих окон, тем больше нагрузка на терминал. Поэтому, если вы перестали работать с каким-то временным таймфреймом на истории, лучше исторические вот эти данные все удалять. Они не нужны, они просто будут прогружать и загружать ваш терминал. На этом проиндикатор depot закончили. На следующем обзоре, в следующем видео, мы поговорим про индикаторы volume и delta, и, скорее всего, cum delta. Все будет в одном видео. Продолжение следует...